Доброе утро! Сегодня мне предстоит много дел. День сегодня будет большой у нас. Во-первых, конечно, нужно сходить за вещами, докупить то, что я вчера не купила, много что не купила. Сделать уборку по возможности, хотя бы такую легкую, потому что пыли много. Для начала там хотя бы на окне протереть, потому что там мошек столько скопилось, что все они попадали. А они еще живые, елки-палки. Они вчера вообще ночью все на свет слетелись, здесь же сетки нет. Наконец-то я приготовила свой завтрак. Пока в кружке. Рисовая кашка с батончиком. И еще я вчера купила йогурт. Ммм, вкусно! Я все-таки собралась и иду в Фикс Прайс. Фикс Прайс находится примерно в том районе, где находится станция Старой Петергоф, куда я вчера приехала. Идти от общежитий до этого места где-то тридцать минут или два с половиной километра. Посмотрим дорогу, собственно. Тоже интересно. Еще я забыла сказать, что сегодня просто офигенный день. Вот не жарко, ветерок обдувает. Вот идеальная для меня погода. Просто иду, наслаждаюсь. Надела свой сарафанчик любимый, который я обычно в Краснодаре носила осенью. Футболочка. Вот просто прекрасная погода, как для меня. Над Петергофом проходит воздушная трасса. И, видимо, самолеты летят, чтобы приземлиться в Пулково. И эти самолеты я вижу из окна своей общаги, я их слышу. Но они не настолько прям громко летят, чтобы мешать. Вот мне что было удивительно. Все выглядит просто максимально радужно. Зеленая травка. На юге в этот момент зеленой травы нет. Особенно в нашей степной зоне. Здесь же трава просто пышет. Но в Питере нас еще ждет золотая осень. Это прям любовь. Петергоф – это что-то такое намиксованное. И вроде бы многоквартирные, многоэтажные дома. И вроде бы дачи. И это все реально переплетается. Нет такого, что вот здесь чисто район с домами обычными. Здесь район с многоквартирными домами. Нет. Все и сразу. Даже увидела магнит-косметик. Туда тоже зайду на обратном пути. Магазин. Все для дома. И пенсионеры что-то продают. Всякая зелень, фрукты, овощи. Грибы даже. Прикольно. Можно что-то купить, если хочется. Такое все свежее со своего сада. Ну что, я нашла фикс прайс. Пошла. Вот он. Вот это я понимаю выбор. Здесь посуды просто немедленно. Пожалуйста, выбирай. Любые глубокие тарелки и цены приемлемые. Ну да, здесь я сегодня закуплю. Я выбрала вот две такие пиалы для супа. Побольше и для второго. Ну, где-то они должны, по идее, стоить вот столько, по идее. Ни в фикс прайсе, ни в магазине товары для дома, ни в магнит-косметик. Нигде нет ни черпаков, ни лопаток силиконовых. Что, дефицит начался, что ли, у нас силиконовых товаров? Иду искать еще в магазин. Вроде сказала, продавщица где-то есть. Вот про этот мне магазин сказали. Торговый дом, челка. Ну там-то, я надеюсь, должно быть. Такую вот я лампочку купила на 25 ватт. Экон фирма. Стоит она 150 рублей. Отлично. Зашла я в универсал. Сейчас буду покупать продукты. Надо купить мясо. Хочу сегодня приготовить курицу. Илья. Вот я иду по улице и думаю, ну что мне нравится тут. Я смотрю и, знаете, прям как-то на душе спокойно, хорошо. Я поняла. Мне нравится, что здесь такие широкие улицы, тротуары. Вот идешь, и место вообще более чем. Или в Краснодаре. Вот так идешь. Вот, смотрите, какие необычные дома. И у людей на открытых балконах растут живые цветы. Очень красивые. А вот эти вот окна круглые, они как будто на подводной лодке. Обожаю советскую архитектуру. Уж не знаю, что мне так нравится. Наверное, потому что она очень причудливая. Я не говорю про хрущевки, там, какие-нибудь брежневки, да. А именно вот такие нетипичные советские проекты. Конструктивизм и прочее. Всегда так прям заглядываюсь. Я не знаю, конечно, насколько в таких домах комфортно жить. Может быть, там очень маленькие кухни, да, там низкие потолки. Но внешне, конечно, это прям очень эстетично. Здесь вишня растет. Она сейчас красная, бордовая. Я в шоке. Она правда наверху. Я не могу вам ее прям так достать, показать. Внизу все подъели люди. Вот она, блин. А у нас она на юге так давно уже отошла. Вишенка. Прикиньте, такой выглядываешь из окна там на каком-нибудь втором этаже и срываешь, ешь вишню. Решила еще зайти в магазин на территории пункта, чтобы купить продукты. Собственно, здесь тоже большой выбор. Понятное дело, все подороже. Вот я купила такие макароны. Хочу соль крымскую купить. Кстати, делают ее в городе Саке. Сакский район, село Прибрежное. Так, макароны у нас такие. Я беру по 42 рубля. Я еще таки не пробовала, но попробовать. Выбор всего более чем приличный. Думаю, сосиски здесь какие-то на завтрак. Вот эти, например, 500 грант стоят 150 рублей. Тут выбор большой, даже не знаю, на чем остановиться. Есть, конечно, такие фирмы, которые я знаю, но большая часть, конечно, вообще мне неизвестная. В общем, есть все, что надо. Моя корзина уже пополнилась. И считайте, огромный плюс, что не нужно тащить это издалека откуда-то. Так что буду здесь покупать. Хожу в Ритм. Готовлю сейчас себе ужин. Вроде приспосабливаюсь. Очень удобно реально с мультиваркой. Я все равно на кухню бегаю, потому что там холодильники. Я все это достаю. Там все лежит у меня. Корочка у меня обжаривается. Отлично. Сегодня хочу попробовать чай, который дарили на Новый год. Он как раз из Питера. Получается, я его свозила в Краснодарский край и потом обратно сюда сейчас привезла. Фирма Кантата. Огни ночного города. Зеленый чай, апельсин, клюква. Но у меня нет чайника, буду просто в кружке заваривать. На самом деле он супер вкусно пахнет. И даже не какая-то пыль, да? Листики чайные. Солос к мясу. Попробуем. По запаху острым очень. Это у нас коворкинг. Здесь есть интернет. Я пришла позаниматься на компьютере, пока нет у меня в комнате интернета. Находится оно в шестнадцатом общежитии. Пока здесь никого нет, буду работать. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.